Доброго и классного вечера тебе! А чтобы он был еще информативно полезным, с тобой Нивер Ньюс и я, Тимур Камалеев. Смотри сегодня. Объединим усилия, трансляционная медицина открыла свои двери. Мы должны бороться. В университетской клинике Казань останавливают тромбоз. Талант не спрячешь, призер конкурса не навреди, отправляется в Санкт-Петербург. Ученые помогут врачам в разработке новых методов лечения болезней. А каким образом говорили на конференции «Трансляционная медицина»? Смотрим. В Казанском университете имеется множество лабораторий, которые занимаются фундаментальными исследованиями в области физики, биологии и химии. А год назад в КФУ появилась университетская клиника, где решаются конкретные задачи – оказание населению медицинских услуг. Но, как признаются ученые, между наукой и клинической практикой существует пропасть. Ее решением является трансляционная медицина. Проще говоря, это процесс внедрения фундаментальных исследований в клиническую практику. Дать ученым и врачам возможность свободно и напрямую общаться позволяет вот эту пропасть сократить. И это позволит внедрить разработки казанских ученых гораздо более эффективно в клинику. Конференция трансляционной медицины 2016 в Казанском федеральном стала площадкой, где сошлись коллективы из разных областей науки. Объединила ученых одна цель – всех исследований направлены на разработку новых методов лечения и развития здравоохранения. Студенты-аспиранты КФУ тоже внесли свой вклад. Они представили свои научные проекты для использования их на практике. Наш проект, он раскрывает новые механизмы патогенеза заболевания, такого как мигрень, как хроническая боль. То есть мы изучаем механизмы формирования боли. Соответственно, узнав больше о механизмах формирования боли, мы можем рассказать о новых механизмах для лечения этой боли. Отметим, что ежегодная конференция только с этого года расширила свой формат и получила направление трансляционной медицины. Вы только задумайтесь, сколько людей по всему миру не имеют возможности вылечить такую страшную и часто встречающуюся болезнь, как тромбоз. Но нам повезло. Университетская клиника «Казань» всегда готова прийти на помощь. В проблеме разбиралась Аделя Шамилова. 13 октября весь мир отмечает День борьбы с тромбозом. Университетская клиника «Казань» не осталась в стороне и стала первым местом в республике, где проходит столь важная акция по спасению человеческих жизней. Основная ее цель – познакомить общественность о тромбозах во всех формах, объединить усилия врачей и население в медицинской реабилитации больных данным недугом. Это акция привлечения внимания к проблеме. К проблеме тромбозов, кровотечений, к проблеме бесконтрольного приема антикоагулянтов. К сожалению, менталитет большинства наших сограждан таков. Вот я была у доктора, он мне назначил таблеточку, а дальше вот я ее пью и пью, и мне хорошо, и все. И можно никуда не ходить. Вот это, в случае антикоагулянтов, в общем-то, я бы сказала, опасно. Жители города не упустили уникальную возможность проверить свое здоровье и получить рекомендации от специалистов клиники Казанского университета. Кстати, детальное изучение тромбозов можно заслуженно назвать сильной стороной университетской клиники. Может быть, это связано с тем, что университетская клиника, еще в бытность свое РКБ-2, первая в республике и одна из первых в бывшем Советском Союзе, начала такие лечебно-диагностические манипуляции, как ангиография, коронарография, первые стентирования. Все это было в стенах этой клиники. И поэтому работа с глубокими нарушениями гемостаза, с проблемами в системе свертывания крови, мы работаем, ну, 25 лет, так это точно. Не стоит забывать, что причин появления инсультов и инфарктов меньше не становится. И тромбоз по-прежнему возглавляет ряд источников появления сердечно-сосудистых заболеваний. Как утверждают врачи, выявить и вылечить первые признаки болезни можно, если вовремя обратиться в клинику. И как раз-таки прошедшая акция подарила еще одну такую возможность. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз. А что интересного расскажет нам интернет сегодня, давайте узнаем в нашей традиционной рубрике Веб Ньюз. В Татарстане для развития движения WorldSkills создали Центр развития профессиональных компетенций. Постановление подписал премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. В дуэли восьмикратных чемпионов России «Зенит» оказался сильнее Белогория. Казанцы у себя дома победили принципиальных соперников со счетом 3-1. Власти Татарстана готовы сотрудничать с компанией Wargaming.net, разработчиком онлайн-стратегии с танками, кораблями и самолетами. Казань во второй раз столкнулась с новым технологичным явлением – киберспортом. В Казани впервые пройдет Всероссийский форум «Российская студенческая неделя». Цель его – разработать федеральную стратегию развития студенчества. В Зеленодольске состоится запуск проекта «Карты жителей Татарстана». Презентовать ее будет глава Сбербанка Герман Греф при участии президента Республики Татарстан Рустама Наниханова. Казанского педагога пригласили войти в состав Федерации психологов образования России. Мадина Султанова является педагогом и психологом школы номер 72 Советского района столицы Республики Татарстан. В Казани благоустраивает Горькинско-Аметьевский лес. Часть дорожек уже вымещена брусчаткой. На площади парка введутся работы по установке крытого павильона. Проект реконструкции лесной зоны включает в себя несколько этапов, первый из которых должен завершиться к началу лыжного сезона. КФУ представит результаты биомедицинских исследований и озвучит планы по внедрению инноваций в клиническую практику в рамках международной конференции «Трансляционная медицина-2016», которая будет проходить с 13 по 15 октября. Студенты КФУ приняли участие в конкурсе журналистских работ на важную тему – неизлечимости заболевания детей. Кого отметили диплом импризеров, а кто выиграл главный приз поездку в Питер – узнаем далее. На базе высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошло награждение победителей конкурса «Не навреди». В этом году конкурс провели впервые. Студенты в своих работах подняли серьезную тему – помощь семьям, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием ребенка. Мы хотели как раз дать через проблему хосписа, она как бы самая понятная, вот дети, которым не суждено стать взрослыми уже никогда. Вот так случилось. Как все это подавать? Каким образом можно из этой абсолютно негативной ситуации вывести все-таки жизнеутверждающие составляющие, жизнеутверждающие начало? Организаторами конкурса выступили Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ, Санкт-Петербургский детский хоспис и Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Всего заявки на участие подали 12 студентов, но определить три первых места у жюри не получилось. Дипломы призеров, конкурсы и памятные подарки получили пять человек, а некоторых отметили благодарственными письмами Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Это всегда сложно, потому что это дети, и тем более в такой совсем не детской ситуации. Но о таких вещах нельзя сказать, хочешь не хочешь, и их нужно писать, мне кажется. Победительницей стала Дарья Черницына, студентка второго курса, которая выиграла поездку в Санкт-Петербург на третий Всероссийский конгресс «Современное состояние новой возможности и перспективы организации помощи детям с тяжелыми заболеваниями». На победу я не рассчитывала, просто меня заинтересовала эта тема. Тема достаточно серьезная и важная – тяжело больные дети. Это тема, которая, к сожалению, сейчас не очень-то сильно освещается. Студенты затронули важную проблему – неизлечимости заболевания ребенка и о том, что, несмотря на это, нужно радоваться жизни и ценить каждый момент. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универа Ньюс. Очередной осенний день раскрасили яркими красками и эмоциями участники заключительного концерта «День первокурсника». Как это проходило, мы узнаем в нашем следующем сюжете. В социальных сетях частенько можно встретить высказывания. Даже пятница 13-я не звучит так, как 31 августа. Осень. Ее наступление символизирует холодный ветер, дожди, темные вечера, учебу и, конечно же, ежегодный фестиваль – «День первокурсника». Так, 12 октября на сцене Большого зала КСК «Уникс» прошел заключительный концерт со вчерашними школьниками и завтрашними звездами Казанского федерального университета. Этим вечером на сцене блистал дуэт «Институт геологии и нефтегазовой технологии» и «Институт фундаментальной медицины и биологии». Возможно объяснить, да. Когда танцуешь, и большая такая аудитория, и ты понимаешь, что ты это сделал, ты смог. В общем, счастье какое-то. Да, особенно, когда «Институт» поддерживает так, наш. Каждый институт этим вечером смог отличиться и показать что-то феерическое. Никакое волнение не помешало первокурсникам выступить на все 100% и показать то, к чему они так долго стремились. Проходило, как всегда, на легке, потому что мы геофак, мы сила, у нас всегда все проходит по-семейному, все так быстро, круто. И легко. Выступления участников сегодняшнего вечера активно поддерживали болельщики. Каждый номер вызывал бурю оваций, которые помогали настроиться юным звездам на нужную волну. И, несомненно, то, что этот день останется в их памяти на долгие годы учебы. Диана Шилова, Ленардо Литьяров, Невер Ньюс. А на этом все. Всем мир, пока! Субтитры подогнал «Симон»!